Покурил напоследок. На пролетарской погиб мужчина. Повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Стоит ли затяжка жизни? У разбитого корыта в поле зрения правоохранителей зависимые от алкоголя. Для чего? Проводить парадок. Для чего? Для кого? Как не оказаться за чертой бедности? На счету 15 краж в Бобруйске задержали серийного угонщика велосипедов. Какая сумма ущерба? Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Свет в конце туннеля. Сотрудники милиции провели профилактический рейд. Особое внимание к любителям выпить и покурить. Только в Бобруйске на учете в наркологическом диспансере состоят 2736 человек. Из них 600 женщин. О сломанных судьбах Ольга Васенда. В этот дом на Горького милиция заходит чуть ли не каждый день. Хозяйка не отрицает. Есть проблемы с алкоголем, в доме бардак. С ее слов беспорядок ей по душе. И не важно, что потолок трещит по швам. Впрочем, как и ее жизнь. Из-за зависимости от женщины отвернулись родные дети. У меня два сына. Они живут в Германии. У меня внуки. У меня все там нормально. Там, у них. А не дай бог, они увидят эту маму. Не хотите, чтобы увидели? Стыдно будет? Не хочу. На учете в наркологическом диспансере Бобруйска состоит 2736 человек. Из них 600 женщин. Правоохранители ежедневно проводят профилактические беседы. Зачастую попытки тщетны. Но есть и те, у кого, кажется, еще не все потеряно. Я помогаю людям. Выходят ко мне люди, просят где-то разгрузить что-то, загрузить. Кусок хлеба свой зарабатываю, честно. Так что воровать не хожу. Здравствуйте, тоже не люблю. Уже в последнее время. Сплошь и рядом на почве пьянства происходит домашнее насилие. Чаще всего жертвами становятся женщины и дети. Только с начала года возбуждено 42 уголовных дела. Как отмечают специалисты, 86% особо тяжких преступлений. Как правило, дело рук нетрезвых. Чаще всего в поле зрения правоохранителей попадаются жилые помещения, которые предоставляются в пользование другим гражданам для распития спиртных, алкогольных, слабоалкогольных напитков, либо пива. А также употребление наркотических и психотропных веществ. Пьянство – путь в никуда. Постоянное употребление алкоголя в первую очередь пагубно влияет на головной мозг. Даже 100 грамм водки губит 7,5 тысяч активно работающих клеток, парализуя их. От зелёного змея в мире ежегодно умирает до 3 миллионов человек. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Сирена. Дым сигарет без ментола. В Бобруйске на пожаре погиб 46-летний мужчина. ЧП произошло в пятницу около половины четвёртого на Пролетарской. В комнате в бессознательном состоянии спасатели обнаружили хозяина квартиры. С ожогами 80% тела его доставили в больницу, где на следующие сутки тот скончался. Установлено, погибший не работал. В результате пожара повреждено имущество в квартире, закопчены стены, потолок. Предварительной причиной такого пожара могла стать незатушенная сигарета. Непотушенная сигарета – причина большинства пожаров и гибели людей. С начала года в Бобруйске районе произошло 88 пожаров. Огонь унёс 19 жизней. В масштабах всей страны это свыше 3000 ЧП и 350 человек. В том числе 4 ребёнка. Вспыхнула, как спичка. В четверг на Интернациональной горела легковушка. БМВ 99-го года выпуска начала полыхать ближе к полуночи, возле остановки «Стадион Спартак». В момент ЧП хозяин находился рядом. Пожар ликвидировали за считанные минуты. В результате повреждён моторный отсек, капот и лобовое стекло. Пострадавших нет, причина устанавливается. Угодил под колёса иномарки. В Бобруйске сбили велосипедиста. ДТП произошло около 11.30 в микрорайоне Северный. Мерседес поворачивал с проспекта строителей на шинную и не пропустил водителя двухколёсного транспорта. Пенсионер переезжал пешеходный, не спешиваясь. В результате повреждён байк. У машины разбито лобовое стекло. Велосипедисту были причины телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. С начала года в Бобруйске произошло два ДТП с участием велосипедистов. Госавтоинспекция напоминает, за рулём нужно быть предельно внимательным. При повороте именно водитель обязан уступить дорогу. Пойман с поличным в Бобруйске задержали серийного похитителя велосипедов. Им оказался 28-летний мужчина. Попался он при попытке продать очередной украденный байк. Согласно материалам дела, молодой человек на протяжении нескольких месяцев угонял двухколёсный транспорт из подъездов. На его счету более 15 краш на общую сумму порядка 6 тысяч рублей. Специалисты напоминают, прежде чем припарковать двухколёсный в подъезде, в магазине или на улице, стоит пристегнуть его или оставить под присмотром. По статистике, кража байков – излюбленное преступление жуликов. За год доходит до 300 случаев. И это только в Могилёвской области. Женщина по вызову. Столичные оперативники задержали 27-летнего жителя Бобруйска, который использовал минчанку для занятия проституцией. Молодой человек договорился с 55-летней знакомой, чтобы та принимала клиентов, а рекламу в сети взял на себя. Администратор создал три страницы с её фотографиями на сайтах знакомств от имени Ночной Бабочки. Общался с потенциальными заказчиками. Она обещала платить приятелю по 20 рублей с каждого клюнувшего. Сутенёром оказался повар местного магазина. Его задержали прямо на рабочем месте. Милиция напоминает, закон предусматривает суровую ответственность за преступления в сфере нравов. Так, за организацию или использование занятия проституцией предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за организацию или использование занятия проституцией. Разряд в 110 тысяч вольт с начала года в стране от удара током у водоема пострадало три человека. Один из случаев произошёл в Бобруйске неделю назад. Пенсионер ловил рыбу прямо под линиями электропередач. Буквально в нескольких метрах от предупреждающей таблички. Мужчина поднёс удочку на недопустимое расстояние к лобпроводам и получил травму. Одежда на нём загорелась, а удилище превратилось в лохмотье. Рыбак находится в тяжёлом состоянии. Выбирая место для лова, особое внимание уделите отсутствию проводов над головой и вблизи вас. Для организма человека первое, что может быть, это сильнейшие ожоги. Также это изменение химического состава крови, электроэлист крови и дефибрилляция сердца. Ни в коем случае нельзя проходить с поднятой верхоразложенной удочкой под леб. При касании проводов и даже при приближении на недопустимое расстояние под действие тока попадает не только сам человек, но и находящийся рядом. За этот же период, 2021 года, произошло два подобных случая, причём один из пострадавших, ребёнок младше 12. Не виноват я, она сама упала. В Могилёве таксист сбил пенсионерку, но признаваться в содеянном отказался. 15 июня 58-летний водитель такси, двигаясь задним ходом во дворе жилого дома, наехал на 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу. После случившегося он завёз пострадавшую в травмпункт, оставил ей свой номер телефона и уехал. Сотрудникам ГАИ мужчина пояснил, женщина сама упала на его машину, а он решил ей помочь. По факту ДТП проводится проверка. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»